Александр, водитель Газели, до столкновения ехал домой от мамы. На небольшой скорости, ведь это населенный пункт. Впереди него, вспоминает, не было ни души. В зеркале заднего вида виднелся москвич. Ни с того ни с сего ехавшая по встречке Инфинити вылетает на полосу Александра, пытаясь обогнать впереди идущую машину. Но своей цели водитель так и не добился. Джип сталкивается с Газелью, а после цепляет заднюю часть москвича. Последнего унесло в кювет. Остановиться даже после такого удара иномарки не удалось. Скорость большая. Притормозил ее только дорожный знак. В это время Газель пролетела над землей пару метров. При приземлении несколько раз перевернулась. Вместе с Александром ехала дочь Софа. Девочка повисла на ремнях безопасности. После Александр с дочерью начали выбираться через лобовое стекло. Двери заблокировались. За рулем Инфинити, по первым данным, была гражданка Коваленко. Рядом, в нетрезвом состоянии, спал муж, который за дальнейшее свое поведение не ручался. Хозяин машины, наверное, вел себя очень агрессивно. Пытался доказать, что я выехал на встречную полосу. Хотя все свидетели говорили об обратном. Даже спровоцировал драку небольшую. Скорая и пожарная сработали оперативно. Хвалит Софа. Приехали через несколько минут. Узнав, что живы, всех по очереди начали проверять. Меня в первую очередь посадили в машину и начали обследовать. Меня обследовали врачи. Сказали, что нужно ехать в больницу. Я села на заднее сидение. Зашел этот мужчина, который был рядом с водителем. И он сам лично сказал, что его жена машину водит очень плохо. У Татьяны, водителя москвича, есть своя версия о том, кто сидел за рулем джипа. Говорит, краем уха услышала, это была не женщина, а рядом сидевший мужчина. Подошел человек и сказал, что вот они ехали с банкета. Нужно было не садиться за руль, просто не послушали людей. И, как говорится, приехали. Газель восстановлению не подлежит. Теперь это не техника, а груда металлолома. На машине нет живого места. Все поцарапано, побито и даже тент порван. Главное, что все живы, говорит Александр. 2 июля стало для него вторым днем рождения. Кстати, Софи завтра 13. У этой аварии нашлись и очевидцы. Ольга рассказывает, столкновение произошло на ее глазах. Мне больше всего удивляет то, что ты виноват. И он не соглашается с тем, что он не прав. Анна Кривецкая, Николай Попов, Александр Конорев, Информбюро.